Комбинаты и доминые печи пришлось остановить. В избежание каких-либо возможных попаданий, мин, гранат и так далее. Солор Міттл Криллері – это металлургийная компания полного цикла. Доми на печь это действительно очень сложный агрегат, который не можно остановить, натиснувши на кнопку. И так же не можно восстановить, натиснувши на кнопку. То есть это сложный процесс. То есть, что мы сделали сегодня, мы полностью восстановили работу одни из доминых печей. Она работает как своего рода такой энергоостров, независимый, для того, чтобы минимизировать возможные риски, связанные с переборами, например, с энергопостачанием. Но она работает полностью. В начале было очень тяжело визнавать, что вообще война пришла в Украину. Стало предприятие, но вообще такого никогда не было, чтобы все дома в моей печи стояли. Ну, очень тяжело было, особенно на работу приходишь, всегда какой-то шум, гам, а это приходишь тихо, спокойно. Но вообще, ну, как бы все изменилось, все переоценилось. Разумею, что в любую минуту может статься все, что угодно. Металургия – это, по-моему, стабильный хребет нашей страны. Если вы посмотрите на строительство Верховной Рады, то перед входом до строительства Верховной Рады, ближе до входа, четыре фигуры – селянин и металургий. И когда видишь знищену Азовсталь, то становится страшно. Но я уверен, что Украина восстановится, и эти предприятия будут работать на Украину, а не на яку-сеньшу Украину. В Левом Роге не было военных складов, поэтому мы в кратчайшие сроки организовали пошив бронежилетов, бронежилетов, разгрузок, носилок для военных медиков. И формы у нас в кривом роге. Это предприятие, в частности, одно из тех, где это шьется, там на нем производили обычную одежду. Это блузки, штаны шили и так далее, но в кратчайшие сроки, буквально за неделю, производство было перепрофилировано, и оно начало работать в режиме военного времени. У нас не было тоже ткани, поэтому машины были, ну, отправлялись в самые разные части Украины, и за тканью, и в прямом смысле этого слова, некоторые машины выезжали со складов во время артиллерийских обстрелов. Мы все это делали по технологии, мы не сами придумывали, как должен выглядеть бронежилет. Мы брали готовые натовские бронежилеты, здесь технологи, а мы ими гордимся, очень высокого уровня. Они раскраивали, разбирали, собирали, делали макет, загоняли это все в компьютер для того, чтобы... Значит, и потом уже, на самом деле, мы делали точную копию, потому что безопасность... Аналогично носилке, аналогично разгрузке. От тонкого к более плотному тяжелее перестраиваться при выворачивании деталей, когда настолько жесткий бронежилет, после тонкого всегда тяжелее переходить. Дополнительно мы, ну как, изучали методы обработки и технологию пошива, и бронежилетов, и костюмов летних, которые сейчас шьются. Костюм достаточно сложный, в нем более 90 деталей, по-моему, если точно, 92 детали. Тут сама часть полочки состоит, наверное, деталей 12. Понадобилось время для того, чтобы изучить его технологичность, ну, технологию обработки, ну, а в целом, все получается, теперь шьем. Пластины мы тоже делали как в Кривом Роге, так и находили в других местах. При этом, каждая пластина, которая вставляется в бронежилет, она отстреливалась, значит, из автомата Калашникова. И мы получаем очень хорошие отзывы от самих военных. Бронежилеты сшились и сделали за частные деньги. К огромному сожалению, городская власть не может, ну, и до сих пор не, и не могла, и не может направить на эти средства, на эти цели бюджетные деньги. КОНЕЦ